Одна из моих самых любимых кукольных техник это техника скульптурный текстиль. В народе ее называют чулочная техника. Кукла делается из очень простого, дешевого и доступного материала. Это синтепон и отбеленные женские эластичные колготки. Внутри куклы медный проволочный каркас, поэтому кукла очень подвижна. В сентябре выйдет новый мастер-класс по кукле, выполненной в этой технике. Кукла называется летний дождик. Мастер-класс очень большой и очень подробный. В первую очередь адаптирован для новичков. Я познакомлю вас со своими новыми наработками в этой технике. Вы узнаете очень много нового и интересного. И вместе со мной сделаете такую куклу. А сейчас вы сможете посмотреть небольшую часть этого мастер-класса, где я рассказываю о пропорциях, которые я использую, чтобы ваша куколка была пропорциональной и гармоничной. И о том, как надо правильно работать над образом куклы именно в этой технике. В технике скульптурный текстиль или как ее называют, в чулочной технике. Посмотрите. Думаю, что вам это будет интересно. А в сентябре месяце вы можете получить на ваш электронный адрес весь мастер-класс по этой кукле. Кукла летний дождик. Видеоролики в формате mp4hd Пишите на мой электронный адрес. Я отвечу на все ваши вопросы. Кап-кап, тук-тук-тук, по стеклу раздашь засток. Этот дождик поутру разбудил судье дворук. Этот дождик поутру разбудил судье дворук. Кап-кап, дон-дон-дон, как иначе летний звон. Если вы идете гулять, не забудьте зонтик взять. Наша кукла каркасная. Внутри у нее будет находиться медный проволочный каркас. И поэтому сейчас мы с вами будем рисовать эскиз куклы. Для того, чтобы вначале построить этот медный проволочный каркас. Все расскажу, где проволоку. Вернее, я вам даже рассказывала. Но все будет очень и очень подробно. Если у вас размер головы такой же, как у меня, вы можете воспользоваться вот этим моим эскизом. Я вам вышлю обязательно на электронный адрес. Вы распечатываете в формате А4 и пользуетесь, пожалуйста. Но имейте в виду, если у вас голова не такая же, а это не исключено, это скорее всего у вас голова будет другая. Или больше, или меньше. Вы должны будете построить, нарисовать свой эскиз. Вы это делать должны уметь. И я вас научу. Потому что это очень важно для того, чтобы кукла наша была пропорциональная. Первое правило. Никогда не делайте вначале тело куклы, а потом голову. Это, я не знаю, какой опыт работы надо иметь, сколько надо кукол перед этим сделать, вот в этой технике, чтобы точно угадать тело, подогнать голову, потом подогнать под тело. Потому что в основе размера тела лежит, конечно, размер головы. Ну, давайте подробно. Я взяла два листа, обычные листы в формате А4. И при помощи малярного скотча их не в наклад, а в стык. Почему я это сделала? Для того, чтобы вы могли потом разреживать эти листы. Двух листов нам хватит в длину. И вы их распечатаете на своем принтере. И потом точно так же в стык сделаете, и у вас будет готовый эскиз куклы. Склеили. Вообще, я всегда рекомендую делать эскиз куклы на миллиметровой бумаге. Если в вашем городе есть такой магазин, например, как Иголочка, то там 100% продается миллиметровая бумага. Сходите, купите, потому что на миллиметровой бумаге, конечно, гораздо удобнее и ровнее. Но я делаю на... У меня есть миллиметровая бумага, но я делаю на листочках в формате А4, чтобы вам отправить в электронной почте. Итак, я склеила стык. Теперь мне нужна ось симметрии. Очень просто. Даже не буду заморачиваться. Вот так согнула. А у меня известна ось симметрии. Это важно. И я её вот таким образом сейчас прорисую. Пока я буду головой заниматься, можно вот так согнуть, чтобы не мешало. Беру голову своей куклы. Я сейчас, видите, больше ничего не делаю, ни прически. Я вся ещё в фантазии, вся ещё в мыслях, как я всё это оформлю. Но голову я потом буду доделывать. Сейчас мне самое главное приступить к телу. Потому что я отдельно делаю голову, отдельно делаю тело. Я знаю мастеров, которые вместе делают... И ручки отдельно, кстати, делаю. Кисти, руки я имею в виду. Я знаю мастеров, которые собирают тело вместе с головой, а потом вместе работают. Я так, ну, уже там одевают с головой, с ручками. Я так не люблю, потому что... Ну, очень легко повредить и реснички, и затяжек. Всё-таки материал колготки непрочный. Очень легко повредить. Поэтому я отдельно делаю, что и вам советую. Но нам нужно определить высоту головы. Есть... Допускают такую ошибку. Смотрите, как высоту головы замеряют. Кладут. Мне иногда девочки присылают фотографии. Я говорю, нет, ты мне больше написала. Потому что у меня уже глаз алмаз. Глаз тоже, знаете. Смотрите, кладут вот так вот. И вот так вот. И говорят, ой, у меня 18 сантиметров. Но это же никак не высота, правда? Это полуобъём. Вот почему я так говорю, потому что... Ну, не раз этим сталкивалась, честное слово. Высота головы. Вот так вот абстрагируемся. Берём линейку. И смотрим. Я даже так, знаете, один глаз прикрою. Так, ну, у меня высота головы 11 сантиметров. Пишу. Высота 11 сантиметров. Мы головной убор не считаем. Высоту прически мы тоже не считаем. Ширина головы. Ну, вот в этом месте. В самом широком месте. 8 сантиметров. Откладываю голову. И отмечаю, откладываю высоту головы. 11 сантиметров вниз. Высота головы. И ширина у меня 8. Значит, 4 в одну сторону. 4 в другую. И прорисовываю вот так головку. Ну, я вот так вот прорисовала голову. Высота 11 сантиметров. Ширина 4. Ширина 8 без ушей. Почему я рекомендую рисовать на миллиметровой бумаге? Потому что, сами понимаете, там вы идеально все прорисуете. Дальше. Рост куклы зависит от высоты головы. Всегда рост человека зависит от высоты головы. Принято считать так. Ну, это среднее. Вот пропорции человека. В росте женщины от 7 до 7,5 голов. В росте мужчины от 8 до 8,5 голов. Это средние размеры. Но если мы нашу куклу будем делать с такими пропорциями, кукла будет вот именно в этой технике совершенно несуразна и уродлива. Представьте себе. Нам такая кукла не нужна. Нам нужно найти с вами другие пропорции. Чем моложе человек, тем меньше голов умещается в его росте. Вот посмотрите на это изображение. Здесь очень хорошо все показано. Рост у 15-летнего ребенка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь голов. Вообще как у женщины. И вот у ребеночка 2,5 годика. Четыре головы умещаются в росте. То есть чем меньше ребенок, тем меньше голов. Высота голов умещается в его росте. Но это пропорции человеческие. Мы же с вами. Именно в этой технике я рекомендую использовать специальные пропорции. Я их называю мультяшные. Куклы в этой технике особенно хороши в этих мультяшных пропорциях. Эдакие мультяшные персонажи. То есть в росте такой куклы должно быть. Вот поверьте моему опыту. Я уже делала в этой технике из этого материала куклы разных. Разные пропорции пробовала. Но самое забавное, самое милое куклы получается, когда в росте 3,7 высоты головы, а 3,7 до 4. Вот тогда куколка получается смотрится очень гармонично, очень мило, симпатично и мимишно. Эдакий мультяшный персонаж. Когда я начинала делать куклы в этой технике, я очень много экспериментировала. Я делала всевозможных цыганок каких-то. Я не знаю, что только не делала. Но убедилась в том, что вот именно из этого материала синтепон, колготки, даже если мы утяжки делаем или вот так, как методом сухого валяния, именно хороши бабы-ёжки, домовики, лешие, такие сказочные персонажи и мультяшные человечки. Знаете, друзья-незнайки из его сказочного города. Посмотрите, вы можете выбрать любого персонажа цветочного города из сказки «Незнайка в цветочном городе». Любого выбирайте. И он очень классно ляжет именно в эту технику. Получится замечательная куколка. Или, например, для образа в этой технике, именно в этой технике, можно выбрать любой персонаж, любого друга, всеми нам любимого Чиполина. Выбирайте любой персонаж из этой сказки, делайте в этой технике, и вы не прогадаете. Кукла будет чудесной. А если вы решили в этой технике сделать, например, золушку, ну вот любите вы золушку, ребенок у вас попросил золушку сделать, то ни в коем случае не делаем в этой технике золушку, например, по пропорциям из мультика Уолта Диснея. Как бы красиво нам не казалось это кукла, и как бы нам не казалось, что у нас есть сила сделать эту куклу. Вот по этим пропорциям Уолта Диснея мультика именно в этой технике золушку я вам делать не советую, категорически не советую. Видите, здесь в росте этой куклы сколько голов? Ну, наверное, 7,5. Но это совершенно не значит, что в этой технике мы не можем сделать золушку. Можем, конечно, но вот по таким пропорциям, вот как на этой картинке. Правильно, 4, ну максимум 4,5. Это уж прям максимум. Стремитесь, чтобы кукла была похожа, например, на таких персонажей, как смурфики. Ну, очень забавные персонажи, согласитесь. И наша техника очень даже хорошо подойдет. Особенно тела смурфиков. Забавные, смешные, милые, мимишные. Вот в нашей технике, в наших куклах будет замечательно смотреться. Стремитесь. Вот посмотрите, поза этих кукол. Вот эти животики, попочки. Вот эти забавные, забавные мультяшки. Они очень хорошо будут смотреться в нашей технике. А персонажи с репродукцией известного художника Галины Чувелевой. Это же уже готовая кукла. Готовая наша кукла, готовый персонаж. Галина Чувелева. У нее вот часть только ее работы. Я вам сейчас подобрала такую подборочку. Сделала. Посмотрите. Прям берите любую репродукцию и делайте по ней куклу. Но чудесно будет смотреться. Здесь, правда, немножечко другие пропорции. Здесь в росте ее персонажей три высоты головы. Ну да, где-то три высоты головы. Ну, нужно, конечно, и три высоты головы. Тогда куколку надо потолще делать. Но если вы будете использовать 3,7,4 и делать персонаж по репродукции Галины Чувелевой, то кукла получится просто чудесная. Вам ничего выдумывать не надо. Просто копируйте, но потом не забудьте указать, что кукла сделана. По такой-то картине такого-то художника. По мотивам можно так написать, что по мотивам такой-то картины такого-то художника. Это будет правильно. Замечательно смотрятся в чулочной технике всевозможные сказочные персонажи. Например, такие, как бабка-ёшка. Только не злая и противная, а добрая и очень даже симпатичная. Её давнишний приятель, старичок-лисовичок. Такой, который сидит на солнечной полянке, на пенёчке и греет свои косточки. Или хулиганит, озорует, бросается в путниках шишками. При выборе персонажа в этой технике в первую очередь нужно делать ставку на гротеск. Куклы в чулочной технике очень выигрышно смотрятся, когда мы в них добавляем немного гротеска, вот этой игривости и долю хорошего, доброго юмора. Я хочу вас познакомить с работами ещё одного известного художника-иллюстратора, картин которого могут стать уже готовыми персонажами для наших кукол. Посмотрите. Это очень известный французский иллюстратор Жан-Батист Монже. Это же готовые куклы, которые замечательно будут смотреться именно выполненные в чулочной технике из женских эластичных колготок и синтепона. И, пожалуйста, можно использовать метод сухого валяния, можно просто утяжками сделать такие забавные смешные мордашки. Или, например, такие персонажи, как гномики, они тоже будут замечательно смотреться в чулочной технике, в технике скульптурный текстиль, в технике, в которой куклы изготавливаются из синтепона, из женских эластичных колготок. Полностью текстильная кукла. Еще мне очень нравятся в этой технике всевозможные старички и старушки. Есть мастера, которые делают старичков и старушек в этой технике просто филигранно. Если вам это нравится, такие герои, то, конечно, вы можете, используя эту технику, сделать подобные куклы. Но здесь нельзя забывать о гротеске, что в своей персонаже в этой технике очень хорошо смотрятся именно куклы гротесковые. И не надо забывать о правильной пропорции. То есть мы делаем все равно мультяшные персонажи. Даже если это старики и старушки, все равно пропорции должны быть мультяшные. В росте таких кукол, я имею в виду старичков и старушек, должно быть не более пяти голов. Высоты пяти голов. Для того, чтобы кукла в этой технике смотрелась гармонично и очень уместно. Я с вами временно прощаюсь. Продолжение следует. Встретимся на мастер-классе по авторской кукле Девочка Лето. Всего вам доброго. Спасибо. Продолжение следует...